Нет, друзья, это не пирог, это райское наслаждение. Начнём с теста, друзья. У меня здесь 100 грамм сливочного масла. Мы немножечко его растопили в микроволновке. Не немножечко, а хорошо растопили. Добавляем 40 грамм сметаны. Примерно это 2 столовые ложки. И нам понадобится 200 граммов муки. Постепенно добавляем и замешиваем тесто. Вот, ребята, такое получается тесто. В принципе, по-хорошему. Его бы сейчас положить в морозилку. Минут хотя бы на 20, чтобы оно подморозилось. Потом раскатать и в форму. Но нам лень. Особенно лень сегодня. Поэтому мы сразу формируем ручками тесто корж с бортиками. Ручками даже удобнее. Да! Корж готов. Приступаем ещё раз к начинке. Для начинки смешиваем в чашке 1 яйцо, грамм 200 сметаны. Также добавляем сюда 150 грамм сахара и перемешиваем. Получается масса довольно жидкая. Не пугайтесь этого. Выливаем её сразу на корж. Ну, нам осталось этот пирог, друзья, сделать смородиновым. Мы используем смородину из заморозки. Ведёт себя эта ягода очень себе прилично. То есть она не расквашивается, как, например, клубника или вишня. Они становятся такими мягкими. Покажи, как выглядят ягодки. Видите, они все целенькие. Как будто только с куста. И мы эти ягодки оп-оп-оп сверху так аккуратненько выкладываем. В хрустальную вазу несём этот пирог, потому что жидкий, шатается всё. Несём в духовку 40 минут, 180 градусов. И будем вообще восторгаться, восхищаться этим вкусом потрясающим. Этому пирогу важно дать время, чтобы он остыл. Это даже не пирог. Это не пирог, это райское наслаждение. Он невероятно вкусный. Очень. Ну, поехали. Ой, как вкусно. Я тебе, Оля, немножечко завидую. Даже. Субтитры сделал DimaTorzok